Всем привет! Приветствую вас на нашем канале! Привет, семье! Кто, может быть, пропустил? Рассказываю, мы уже где-то два, может быть, даже больше месяца гостим у наших родителей в селе, в Белгородской области. Некоторые наши подписчики запереживали, что мы переехали в деревню и теперь будем здесь жить вместе с родителями. Нет, это не так. Мы живем у себя дома, они живут у себя дома. Мы приехали просто в гости, дети на каникулы, ну а мы помочь родителям с ремонтом. Но уже лето заканчивается, поэтому скоро мы уже поедем к себе домой в Москву, а родители останутся здесь. Дети, конечно, тоже поедут с нами, потому что Яночке нужно в школу идти, Кирюшу в детский сад мы записали. Вот, поэтому нам, конечно, нужно будет потом поехать домой. И сегодня я вам хочу показать село, в котором мы гостим, в котором мы проводим наше лето, в котором живут наши родители. Это достаточно крупное село по сравнению с теми, которые вокруг находятся. Здесь есть и больница, и школа, и клуб, дом культуры, как он сейчас называется, не знаю. Здесь больше магазинов, чем в других селах, поэтому многие приезжают в это село, сюда к нам, чтобы делать покупки, ходить в больницу, ну и так далее. И вот сегодня мы хотим выехать в центр, выйти в люди. Я вам покажу, что же происходит в центре села, и что здесь можно посмотреть. Все заняли свои места. Везет нас сегодня в центр папа. Биби. Биби. Сейчас рынок бывает только раз в неделю, но раньше он был каждый день. Но сейчас только по понедельникам, и поэтому сюда, в это село, на рынок приезжают из других сел, чтобы купить себе что-нибудь. Ну и одно заехать в больницу, возможно, там, ну еще по каким-то своим делам. И вот мы тоже приехали на рынок. Вот так он выглядит. Сюда приезжают со всего, не со всего, но с района приезжают разные лавки. Молочные, мясные, фруктовые. Продают крупу, масло, мясо, рыбу, вещи. И даже саженцы привозят. И иногда даже... Иногда привозят саженцы. И несколько раз я видела, как привозили уточек, курочек, цыплят живых. Вот, можно было купить маленьких цыпляток. В селе большинство людей знает друг друга, потому что людей там не так уж и много живет. Поэтому, если вы выходите куда-то в центр, тем более на рынок, то будьте готовы, что вы обязательно встретите кого-то из своих знакомых. Поэтому вот мы вышли в центр погулять по рынку. Рынок у нас расположен прямо в центре. Здесь и храм построили. И вот это все, это рынок. Мне кажется, что многие люди здесь приезжают на рынок даже не сколько там купить что-то, что им нужно. Потому что, если честно, выбор здесь так себе. Ну, иногда бывает что-то прямо очень хорошее. Привозят какие-то ягоды, фрукты. Но в основном это такой вот сельский, деревенский такой рынок. А сегодня привезли арбузики. Ну, люди выходят, наряжаются, выходят в центр пообщаться, увидеться друг с другом. Да, мам? Да. И получается, что этот рынок, это сейчас такое единственное место по району, наверное, куда можно приехать. Именно походить по рынку, купить что-то на рынке. Потому что в Шибекино сейчас редко кто ездит. Да и там и не работает. Насколько вот мы были несколько раз в Шибекино, там и особо не работает рынок. Поэтому приезжают из таких близлежащих прям сел, деревенек вот сюда к нам. Вот здесь и вещевые какие-то лавки. В той части рынка были больше продуктовые лавки, а здесь все-таки вещевые. Вот даже газонокосилки можно купить. Обувь, покрывало. И даже мебель. Здесь у нас есть остановка. Раньше на этом месте была автостанция, назовем это так. И вот в этом здании даже сидела тетечка и продавала билеты по направлениям. Но сейчас автостанцию закрыли, там сейчас парикмахерская. Ну а вот это просто остановка, где люди садятся на автобус и едут уже по другим селам. Либо в центр, куда-то в город Шибекино. Куда-нибудь. Рынок сегодня совсем маленький. Обычно все-таки здесь побольше лавок приезжает, особенно ближе к школе. Приезжают даже лавки с констоварами, с обувью, со школьной одеждой, со школьной формой. Но сегодня что-то совсем бедненькое. И вот нам сказали на рынке, что люди боятся просто ехать. Направление такое небезопасное. И с каждым разом все меньше и меньше приезжает людей. Зайчики мои качаются на качельке. Солнышко светит, да, Кирюш? Наша баба Люда пошла в магазин. Ей нужно кое-что было докупить. Ну а мы решили подождать ее здесь на улице и покачаться на качелях. Потому что сегодня такой день, когда из близлежащих сел приезжает очень много людей не только на рынок, но и в магазины. Поэтому в магазинах сегодня очень большие очереди. Поэтому сегодня не самый удачный день, чтобы ходить по магазинам. Так как мы живем в этом селе, мы можем сходить в магазин любой другой день. Поэтому мы решили провести это время в парке, а не в магазине в очереди. Но в магазин нам все-таки придется зайти. Но это не продуктовый магазин. Сейчас мы пойдем в магазин за батарейками. Потому что баба Люда купила детям детские рации. И теперь нужно купить к ним батарейки. Вообще я люблю такого рода магазины. Я не знаю, как они сейчас называются. Вроде как тысяча мелочей. То есть в одном маленьком магазинчике есть абсолютно все. От каких-то батареечек небольших до констоваров, резиночек и даже предметов личной гигиены. Вот я люблю так зайти и в одном месте все купить. Ну и конечно нужно купить мороженое. Как же без мороженого? Тем более в такую жару. Я не знаю, как вы или ваши дети. Но наши дети не могут пройти мимо холодильника с мороженым. Они просто прилипают к нему, пока не купят мороженое. Баба Люда у нас пошла в Азон. Ей нужно там кое-что забрать. Заказ свой. Ну а мы решили в парке здесь посидеть, покушать мороженое. Сегодня опять жарко у нас. Вот и мы здесь в тенечке спасаемся от жары. А это парк, который находится при школе. Школа находится здесь же в центре. И вот у нее есть такой парк с такими чудесными площадками. Здесь еще есть клуб. Ну его все так называют клуб. Это наверное дом культуры как-то так называется. Правильно, не знаю. Вот также здесь в этом доме культуры есть еще музыкальная школа. И там даже концертный зал, какие-то концерты дают. Ну я не знаю, как сейчас, когда я училась здесь в школе. Мы тут с сестрой учились до шестого, до седьмого класса. Жили здесь и учились в этой местной школе. Ходили сюда в музыкальную школу. Вот все это здесь было. Как сейчас я не знаю, но дом культуры работает. Я думаю, музыкальная школа тоже работает. Вот сейчас, конечно, это все отремонтировали, отреставрировали. Когда я здесь жила, то, конечно, было все такое... Ну по-другому все выглядело. Совсем по-другому. Не было вот этих площадок красивых. Вообще никаких ни детских, ни спортивных. Вообще ничего этого не было. Здесь просто был такой парк, немного неухоженный. Ну просто деревья, трава. Просто парк у школы. И рынок, кстати, тоже раньше, когда я училась здесь в школе. То есть это начало двухтысячных, получается, было, да. Рынок был каждый день. Каждый день он работал. А потом как-то, я даже не знаю, как это все так сложилось, что теперь только раз в неделю рынок работает. А раньше каждый день все здесь работало. Вот так. Зато теперь здесь есть и Вайлберис. Вот это в этом здании находится Вайлберис. Там дальше Озон. По-моему, даже здесь не один, а два в этом селе пункта выдачи Озон. Вот здесь тоже, по-моему, в этом здании находится еще один пункт выдачи Озон. То есть это, конечно, раскрывает границы, потому что до того, как здесь открыли эти пункты выдачи, то людям приходилось ездить прямо в город Шибейкино. Там ходить на рынок. Он, конечно, там в несколько раз больше, чем местный здесь рынок. Здесь это так, такого местного разлива рыночек. И люди ездили по магазинам, по рынкам, чтобы походить именно в Шибейкино, а то и в Белгород. И пункты выдачи тоже сначала были только в Шибейкино. И люди ездили все туда, в пункты выдачи. И постепенно, вот, наверное, после пандемии начали открывать уже и по селам пункты выдачи. Можно даже проехать вот по дороге и мимо всех сел. И там Озон, Вайлдберрис, Озон, Вайлдберрис. Но сейчас, конечно, круче. Это все намного удобнее. Мы решили пройтись по этому парку. И сейчас хочу вам показать школу. Потому что именно вот у этого парка стоит школа. Ее видно с дороги, потому что здание огромное. Это трехэтажное вот такое здание. Здесь из-за деревьев его плохо видно. Но вот это все оно. Школа находится за забором. Раньше, конечно, никакого забора не было. И тем более какой-то пропускной системы. Мы ходили здесь как хотели через школу. И на территории школы могли погулять. Ну, а теперь она находится за забором. И только вот так можно на нее посмотреть. И вот в этой школе я училась до 7 класса. Мы жили с родителями здесь. А потом мы с сестрой перешли в другую школу, которая находится в городе Шебекино. Это гимназия-интернат для девочек. И вот там я уже доучивалась до конца, до 11 класса. Конечно, с того времени многое изменилось. Школу отремонтировали как снаружи, так и внутри, я надеюсь. Потому что внешне она выглядит, конечно, по-другому. Ну, а детям моим школа неинтересна. Они убежали от меня на площадку. Здесь рядом вот со школой в парке есть вот такая классная площадка, которую я уже показывала. Здесь и рядом убежище есть. И они решили, что хотят поиграть на площадке. Ну, ладно, время есть. Давайте поиграем. Что? Давай, скатывайся. Вот так здорово мы с вами сегодня прокатились в центр села, погуляли здесь, побродили по местному рынку. Вот так выглядит сельский рыночек. Мне кажется, здорово погуляли. Вы посмотрели, как выглядит село в Белгородской области. Ну, это крупное село, конечно, не в каждом селе есть рынок. И даже не в каждом селе есть школа. А вот здесь все это есть, поэтому вот мне даже удалось вам показать. Ну, а теперь нам нужно ехать домой. Да, Кирюшечка? Надеюсь, вам было это интересно и понравилась такая небольшая экскурсия. Ну, а теперь увидимся с вами в следующем видео. А вы пишите в комментариях, как вам сельская жизнь, хотели бы жить в деревне. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Ну, все. Пока-пока. Пока-пока.